По поводу Крыма моя позиция очень простая. Крым всегда был не до Украины и не до России. Было что-то, просто какое-то непонятное состояние. Я был в Крыму, общался с людьми. В основном там говорят все на русском языке. И такое ощущение, что ты выехал просто в какой-то подмосковный санаторий. Хотя я сам не москвич. Но создавалось вот такое ощущение. В данный момент по поводу референдума могу сказать то, что если люди действительно приняли свою позицию в сторону России, я думаю, что они мало чего проиграли. Это что касательно людей, проживающих в Крыму. Да, будут сейчас какие-то санкции, как это сейчас модно. Уже насколько я видел посредством массовой информации, что отключили то воду там что-то, то еще что-то отключили. Но это такая история в стиле «Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, ты не трожь мои игрушки и не писай ему горшок». Это, конечно, достаточно смешно, если бы не было так грустно. Потому что как Украине, так и России, я думаю, что достаточно конструктивнее было бы найти как раз-таки общее зерно в Крыму. А не отказываться от него полностью, что это вот все российское теперь и все прочее. Но и же с этим нужно было поступить так с Донбассом, на мой взгляд. Потому что в войне выигрывают только те, кто эту войну и заварушку зачинает. Они-то как раз на оборон-экспорте и на прочем-прочем, я думаю, что достаточно сильно погреют себе руки. А те, кто участвуют, именно вот солдаты, я думаю, что проигрыш неизбежен с любой стороны. Любой раненый солдат с той или иной стороны – это слезы матерей. Любой убитый человек – это чей-то ребенок. И поэтому любая война мною не приветствуется. Хотя, если и начнется какие-то действия серьезные, я могу сказать, что я думаю, что моя страна начинается с моей семьи. И свою семью я защищать пойду.